И как говорится, 7 чипс, господа, сегодня великолепный, самый лучший сериал в мире Кампус, поэтому поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал, ведь мы идём к 100 тысячам, а также ты можешь по ссылке в описании залететь в мой телеграм-канал, ведь там выходит вся самая важная информация, которую ты только можешь увидеть. Пиши комментарий, и мы с вами, ребята, полетели. Камиль нарвался на бандитов в ночном клубе, плохие парни узнали, где Кампус. Приходит донат, такого не знаю, поехали! Значит, ты сегодня пойдёшь... Так, ну это спойлеры, да? Знаю, в клуб. Слышь, тебе чё надо? Ты чё, охренеть? Ну спойлеры скипаем. Конечно, Кампус. Спрашивающий ещё, господи. Вазу, не ори, ща родители проснутся. Ну чё, ты идёшь в клуб или нет? Девчонки уже ждут. Да, иду, ща, секунду. Ебать на мину, а? Давай быстрее, а то на улице холодно. На Кампусе прямо набили, да? А-а-а, он же по сюжету наказан, блин. Ха-а-а. Я удивлён, что в Кампусе появилось разнообразие. Аккуратней, Камиль. Это, чтобы родители не увидели. Ну чё, погнали? Погнали. Это... Сериал развивается. А чё тут прикольно? Четыре морса. Какой морс, Камиль? Ты чё, в клубе? Четыре мохито безалкогольных. По-моему, там просто вода, блядь, с листями какими-то. Нет такого? Бармен, один мохито безалкогольный. Кто-то бухать будет сегодня? Камиль, Камиль, Ланг. За вас. Мы же договаривались, что из кампуса никого с собой не берём. Мы его не звали. Слышь, баскетболист. А вы чё, не из кампуса? Да ты чё тут делаешь? Чё, чё, тусусь? Не видно, что ли? А чё именно тут? Чё, других клубов мало? Захотела и пришёл в этот клуб. И вообще-то тут часто тусуюсь. Ребят, да пофиг на него. Ладно, мы чё, стоять сюда пришли? Гоу танцевать. А чё, гоу? Начал, конечно, танцевали. Погнали. Блин, сейчас АП дадут мне. Я не хочу. Чуть потише сделаю, ребята. Ну просто, чтобы АП не получить, так сказать. Не хочу, знаете, на кампусе ещё получать АП. Как бы, такой красивый трек, да, вообще там. Вот она фотографию показывает, жопы трясёт. Там, да, как бы, почти сиськи вывалились. Да, 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 да. Да. Такое в Сагаша мы уже видели, конечно. Все вот друг за другом повторяют, блин. Только эффектов побольше вот этих вот. Повторяйте 4, безалкогольных. Слышь, бульдозер. Я себе. Ага. Шуруп, я в толчок. Шуруп, блин. Да самый? Чего нахуй? Сейчас подойду. Давай, я пока здесь потусуюсь. Это любовь стала болью на сердце. А ты случайно не вай-фай? А то я чувствую между нами связь. Полови. А ты случайно не фокусник? Покажи, как ты исчезаешь. Да ладно, чё ты? Не раз покажу. Отвали. Урыла. Закопала. К нему лучше не приставать. Камиль тут ему хуй чё сделает. Да ладно, чё ты? Давай потанцуем. Афианя тебе сказала. Иначе я сейчас своего парня позову. Лея. У тебя всё хорошо? Это что ли твой парень? Слышите? Ты чё больной, дядя? Чё надо? Ты чё охренел? Перебивка, как в ШГШ. Чё ты сказал? Я не расслышал. Музыка громко играет. Я сказал отвалить девчонке. Она с нами. Так, я пошёл. Ну и правильно. Я бы тоже съебался. Да, руки от него убрал. А тут чё? Опа. Пошёл на твой. Зайди ты в жопу, блин, аноним. А вот чё? На! Пазл, ты его вырубил. Офигеть. Валим отсюда. А чё валить-то зачем? Пока не проснулся и пизды всем не дал. Блин, шуруп, ты чё развалился? Шуруп, блядь. Шуруп, очнись, чё с тобой? Прикинь. Не получилось свой шуруп присунуть, блядь. Бывает. Вырубили. Кто вырубил? Двое. Вот здесь стояли. Шуруп, ты запомнишь, как они выглядели? Да, один мелкий кудрявый, другой чуть повыше, тоже кудрявый. Блин, башка болит. Погнали найдём их, звони-ка столь пустой. Ох уж эти кудрявые хуесосы. Тоже подтягиваются. А вы чё уставили? А они чё из девяно... А оно нереально, походу, из девяностых? Шуруп, кирпич, блядь, или кто он там? Шуруп, а ты уверен, что эти ушлёпки именно в этой школе учатся? Да, я поспрашивал у местных. Показал им фотку, они сказали, что здесь. У меня уже руки чешутся. Посидим в тачке. Почеши их просто. Не будем палиться, подождём, когда они подойдут. Опа! Как эти отм... Опа! Привет, давно не захотел на стрим. Здорово, чебуряк, здорово, вовремя зашёл. Пороски, нашли нашу школу. Блядь, я чё-то... Ну, кринжа, конечно, была, но уже не настолько сильный кринж. Бенц, ты где ходишь? Договаривались же не опаздывать. Я не понял, чё за предъявы? Я первый раз в жизни опоздал. И то, у меня на это есть уважительная причина. И какая у тебя причина на это? А это уже моё личное, и я вам не обязан всё рассказывать. Нормально. То есть, когда мы не хотим рассказывать о своём личном, ты на нас наезжаешь. Типа мы команда, у нас не может быть секретов. А сам от нас что-то скрываешь. Ну тут уже пошла ходя. Мы от тебя так вести, мы от тебя откажемся. Нам не нужен такой капитан. Вы чё, охренели? Вы забыли, кто из вас сделал настоящих баскетболистов? Вы даже мяч в руках держать не могли. Только за счёт меня вы ходите по кампусу и понтойте, что вы крутые. Так что закройте прямо сейчас свои ты... Какой же этот крутой мальчик Джонни. Капитан баскетбольной команды. Ну конечно. Щемит ботаников только так. Может, вы переборщили? А ты чё уставился? А он-то чё, блядь? Ничего не переборщили. Сказали всё как есть. Я не собираюсь терпеть его в выходке. Пусть делают вы... Ты чё на меня уставился? Ты что, уже обоссал свои штанишки? Ой, ты посмотри на него. Всё, пошли на тренировку. Баскетболисты, у нас сегодня в кафешке акция. Покупаешь один стаканчик лимонада и второй в подарок. Тебе засунь свои стаканчики. Вот это да, Кампус повзрослел. Они используют слово жопа. О нет, они вместе танцуют. Мойли, ты что, плачешь? Что-то случилось? Тебя кто-то обидел? Нет, девочки, всё в порядке. Мойли, если бы у тебя было всё в порядке, ты бы не плакала. Ты можешь объяснить, что случилось? Да правда, девочки, всё в порядке. Просто нет настроения. Может быть, сценаристы поменялись? Ха-ха-ха, поменялись, блядь. Ну ладно, бывает. Мне иногда тоже очень хочется посидеть и поплакать. Мойли, мы можем тебя как-то поддержать? Нет, девочки, мне сейчас просто хочется побыть одной. Спасибо вам. Я, наверное, не пойду сегодня на репетицию. Ну ладно, мы сегодня с девочками собираемся у меня дома. Если будет настроение, приходи. Обязательно. Ну что, шуруп, как башка? Шуруп. Ну может, после этого у тебя мозги встанут на место, и ты перестанешь тупить? Ха-ха-ха, реально. Ты успокойся. Что смешного? Я бы посмотрел на тебя, если бы тебе по голове дали бутылкой. О-о-о-ой, ёбаный в рот, спалились. Слышь, шуруп, это они? Да, это они. Вот этот кудрявый дал мне бутылкой по башке. Блин, колесо пробил. Надо будет после кампуса заехать, поменять. Не получится. Можем уйти с последней... После, после кампуса тебе придется менять голову, походу. Урока и заехать в сервис. Всё, выходим. Эй, вы трещи, стойте, поговорить надо. Блин, это что, те вчерашние из клуба? Пазл, как они нас нашли? Не знаю, что теперь делать будем? Не думаю, что они просто пришли поговорить. Ты одна му... Ха-ха-ха, блядь. Ты вас сейчас отпиздят, блядь. Вам надо быстрее бежать, дуры. Вчера бутылкой башку пробил. Тогда бежим. Получается, бежим. Раз, два, три. Они ещё и отчитывают. Эй, вы куда? Музыка тоже из ЖГШа. А у меня такая была. Дверь открыли. Разойтись, я сейчас стекло разобью. Дурак, ты что, дурак, что ли? Сейчас копов вызовут, уедешь на несколько лет. Потерпи, рано или поздно выйдут, мы им нахлопучим. Блин, а что, тебе терпило терпеть? Нет, блядь, ну это такая аналогия, правильно. Если хочешь срать, сри прям где стоишь, блядь. Ну не терпи, ты же не терпила. А ну стой, это чё такое? Бар сладкий. Дай сюда, иди отсюда. Тот самый ботаник, кстати. Ай, прикинь, они его отщимят, сука. Ебать, вот эти быдлы из девяностых. Так, убирайте всю вредную еду с прилавка. Больше в кампусе эта отрава продаваться не будет. В смысле отрава? Подростки покупают, все довольны. Какие вопросы? Если для вас это отрава, то можете не покупать. У нас и без вас клиентов полно. Вы чё, не понимаете? В кампусе новое полезное меню. А вы со своим сахаром портите имидж нашей школы. А чё мы дошли по-вашему продавать? Котлеты с макаронами? Ага, или с пюрешкой. Пошёл на хуй. Кто за рулём, он во четырёх снимался. На туре? Можете продавать свяжи выжатый сок. Или морковные палочки, например. Ваши морковные палочки никто покупать не будет. Подростки чё, кролики что ли? Короче, мы ничего убирать не будем. Директор сам нам разрешил всё это продавать. Понятно? Ладно. Раз не хотите решать вопрос по-хорошему, то будем по-плохому. Отдай сюда. Ебать. Да пошли мы. Вот козлы стоят, нас ждут. Походу они отсюда не уйдут, пока мы не выйдем. Пацаны, кто это? Как бы, бля, ну они не могут вызвать так-то полицию уже? Это не твоё дело. Ну чё, доигрались? Видели, кто вас спасёт возле школы? Теперь у меня из-за вас тоже проблемы. Потому что они видели меня и запомнили... Да нет, им нахуй не нужен. ...что я был с вами. А чё ты слился вчера как трус? Мог бы нам помочь. А мне нафиг ваши разборки не нужны. Вы вчера пришли с девчонками в клуб и до ваших девчонок докопались. Вот сами и разбирайтесь. А вы в курсе, что эти отморозки вас ждут возле входа в кампус? Да ну нахуй, серьёзно что ли? Да ты прям Америку открыл, а вот это вумен. Да, в курсе. И кое-кто из-за этого уже успел наложить штаны. Бенс, это было не очень с твоей стороны. Мог бы вчера из клуба не убегать самый первый, а помочь ребятам. А мне пофиг. Получи пизды, правильно. Зачем убегать-то? Ну я же говорю, вы отщемят, блядь. Вот этого типа его будут пиздить, потому что он тоже кудрявый. Да не лезь. Если ты не в курсе, мы вчера вместе были в клубе, и теперь это наша общая проблема. А эти отморозки нас так просто не оставят. Бенс, какой же ты жалкий. Хорошо, что я не стала с тобой встречаться. Ну и какого фига вы не сказали, что устроили драпу в клубе? Теперь из-за вашей тусовки проблемы у нас. Ваши дружки только что наехали на нас на улице. Вас здесь ещё не хватало. А что вы нам предлагаете сделать? Пойти встать перед ними на колени и извиниться, чтобы они вас не тронули. Я нифига не понимаю, что здесь происходит. Я же тебе сказал. Ты кто? Хе-хе, почему же это за стип? Не лезь. Ну-ка. Чё надо? Сюда иди. Мы никуда не выйдем. Валите отсюда, а то мы сейчас копу вызовем. Вы шурупу нашего обидели. Вам придётся за это ответить. Обидели? Вообще-то, блядь, шурупа обидеть нельзя. Он может только оскорбиться нахуй. А потому что на обиженных воду носят. Вы что, блядь? Они даже не знают. Сценаристы, нахуй, из пятого класса. Вам же сказали, валите отсюда. И шурупу своего заберите, пока мы вас всем бошки не пробили. Вы чё, борзели? Раз не хотите спускаться, Костыль, сейчас вам велик сломай. Костыль. Да похуй, вы их дом видели вообще, блядь? Они этих великов купить могут, я не знаю, сколько. Не трогайте мой велик. Поставил быстро на место. Костыль, ломай. Да чё бы ты сделаешь, битый, блядь. Дебил. Да, после этого велик ездить точно не будет, капец. Молодые, мой любимый велик сломали. Ну чё, придурки, спускайтесь, а не то хуже будет. Послушайте меня внимательно. Если вы прямо сейчас отсюда не уйдёте, я позову охрану. У нас охранник боксинг занимается. Он вам всем наваляет. Давай. Бро, старся, нахуй? Давайте, зовите вашего охранника. Проверим, какой он у вас крепкий боксёр. Я за чаком. Серьёзно? Ну всё, сами напросились. Снайпер, вот это прицел. Чё, придурки, спускайтесь, а не то хуже будет. Да ты снайпер. Директор Дэвид, вы обязаны закрыть лавку в кампусе. Почему, девочки? Что-то случилось? Чё за Дэвид Бэкхэм, нахуй? Кто-то отравился? К счастью, ещё никто не отравился. Но это может произойти в любой момент. Вы вообще в курсе? В том, что они продаются, содержится сплошной сахар. Опять все с вами сахаром. Ладно, девочки, я вас услышал. И обязательно возьмут этот вопрос под контроль. Но потом-то всё обсудим. А сейчас я немного зарпел. Уходите. Не, ребят, они просто стоят на улице и мило беседуют. Они что-нибудь нарушили? Да по-любому. Чак, ты чё? Они только что нам угрожали. Ну если бы они вам угрожали в кампусе, тогда бы я их арестовал. Чак, ты чё, испугался? Ты же говорил, что ты боксом занимался. Да, занимался. Один раз. И то у меня была пробная тренировка. Мне не понравилось. Я больше сюда не ходил. Чак, ты не только бесполезный охранник, но ещё и балабол. Но я же... Рано или поздно, блять, он защитит вас. Я вас просил. В этом учебном году больше не присылайте мне учеников в кампус. У меня нехватка учителей. Вот как только наберу полный штат преподавателей, тогда и присылайте. Короче, у нас в кампусе большие проблемы. Ну и сколько вы собираетесь учеников прислать? Сколько? Ладно, я подумаю, перезвоню. Чак, что случилось? Короче, подростки опять что-то натворили. И теперь под окнами кампуса стоят три отморозка. И караулят наших ребят. Что будем делать? Сами разберёмся или копа вызовем? Какие копы, Чак? Что ты несёшь? Если сейчас сюда приют копы, за ними потянутся все семьи города. Тут такая шумиха поднимется. Чего? Семьи города? А я тебе напомню. У нашей школы идеальная репутация. И я никому не позволю её... А, типа учеников. Я думал, семьи типа, ну знаете, группировки какие-то. Сами разберёмся. Где эти отморозки? Они там, на заднем дворе кампуса, в чёрной быхе сидят. По-любому они его знают, блядь. И этот директор за шурупы выкупает сто пудово. Ребята, они ещё здесь. Спасибо за информацию, мы же слепые. Мы чё, здесь так и собираемся сидеть до утра? А у тебя чё, измеря... Сто рублей тебе или двести другому. Да, двести другому давай. Это получше. Раз такая смелая, иди, выйди к ним. А мы постоим у окна и посмотрим, чё они с тобой сделают. У нас здесь вообще не должно было быть. А из-за вашей тусовки мы даже не можем уехать домой. Блин, я реально хочу домой. Знала бы, что это всё так закончится, не пошла бы с вами в клуб. Ну и кто тебя просил, ему бошку разбивать? А чё я должен был сделать? Убежать, как ты, бросить девчонок? Тоже мне герой-спаситель. Короче, я обошёл периметр кампуса. Ну-ка. Ещё один вход. Но там сидит охранник, и он может вызвать коп. Кстати, а где костыль? Костыль, как всегда, в кусты побежал. У него живот заболёл. Поехали. Блять. Нет, ну всё, с ним. Так, это директор. А это чё за колобок? Ебать, он бесстрашный. Ебать, он бесстрашный. Может, это костыль? Ну что, ребята, я думаю, нам с вами стоит поговорить. Слышь, мужик, ты кто такой? Я директор этого кампуса, в котором учатся ребят, о которых вы почему-то караулиете. Мне кто-нибудь может объяснить, зачем? Долго, это супер бесстрашный, нахуй. Два типа сидят бородатые, накаченные, блять. На Бэхе Е39, блять. Видите, он просто сел к ним в машину и всё. Ты директор, бессмертный что ли? Тормози, шуруп. Хуеть. Послушай сюда, директор. Да это на самом деле я сценарий писал. Пусть ты чё твои ушлёпки натворили. Они шурупу башку пробили бутылкой. Я всё понял. Между вами произошёл конфликт, который вышел из-под контроля. Я как директор приношу извинения от лица моих недоумков. И прошу их не наказывать. Извините. Всё, 16 плюс сериал идёт за ШГШ, всё взрослеет, ребята. Чё мне твои извинения, директор? Кто башку будет шурупу ремонтировать? Я? За свой счёт? Я всё понял. Я человек неглупый. Я готов возместить моральный и физический ущерб шурупу. Так, сколько вам? Давайте вот раз, два. В долларах? Охуеть. Ну, этого, конечно, мало, но пойдёт. Передай своему шлёпкам, что могут жить спокойно. Но чтобы в том клубе я их больше не видел. Вали отсюда. А сел так круто, ушёл обосранный, блядь. Я думал, он сейчас такой, типа, ну шо вы, блядь, чё тут сидите моих кентов караулить? И оно съебались отсюда, шурупы, кирпич, блядь. Итак, я сейчас не буду разбираться, кто виноват в том, что возле нашего кампуса целый... Зато здесь крутой. ...день ошивались какие-то отморозки. Сейчас вы все идёте по домам, а завтра приходите в кампус с родителями. Все? Так у вас же там репутация, вы же не хотели семьи сюда созвать, господи. Блядь, в чём логика? Ребята, в эхо уехал. Я давно. Не отпиздили кудрявого, повезло. Костыля проебали, кстати, сидит... Блядь, он в кустах сидит, срёт, нахуй. Сейчас как выйдут, блядь. Всем костыль пизды наставляет. Вот и посмотрим, это ли была недоработка с костылём, или... Ну, какой-то сюжетный сценарий, сюжетный, так сказать, твист. А если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ребята, давайте, 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 подписаться надо, 100 тысяч уже не за горами. И также в Телеграм залетайте по ссылке в описании, а ещё можете написать комментарий. Всем чипс! Субтитры сделал DimaTorzok